Здравствуйте. Добрый день, друзья. Министерство обороны России в очередной раз исказило факты и распространило недостоверную информацию о вооруженном инциденте, который произошел 5 марта. Как вы считаете, как можно охарактеризовать данную политику? Весь эпизм и комизм данного заявления заключается в следующем. Если российские миротворцы находились на месте событий, то каким образом армянское автомобильное следствие оказалось в том самом районе? Почему оно оказалось в том самом районе? Почему вооруженные лица и вооруженные машины и так далее оказались в этом самом районе? То есть зачем российские миротворцы не припаскивали продвижению армянского транспортного средства по этой дороге, которая не шла по официально разрешенной азербайджанской стороной в Лачи-Хантяндии? Все транспортные средства должны двигаться в ту или иную обратную сторону только лишь по дороге в Лачи-Хантяндии. Это условие, это не только условие Азербайджана, это условие требования трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. Если российские военнослужащие оказывали помощь, то они должны были воспрепятствовать этому армянскому средству, и не нужно было оказывать помощь, которой-то и не было. Азербайджанская армия укомплектована, азербайджанская армия налажена служба, различные службы, и в том числе по оказанию помощи в таких самых экстренных случаях, когда нужно эвакуировать раненых и хуже погибших шахидов. Поэтому нам никакой помощи не надо. Это заявление говорит о том, что заявление Министерства обороны Российской Федерации из разряда и вашими, и наши. Вы правы, конечно, контроль должен быть. Во-первых, необходимо установление контрольно-пропускного пункта. Это право Азербайджана. Право Азербайджана оснащать свою границу с определенными странами, в том числе и Грузия, и Россия, и Армения, и Иран, с которыми мы граничим, теми или иными средствами, теми или иными техническими возможностями. И в данном случае КПП – это техническое средство, это не цель. Цель, главная задача – это взять под контроль участок армяно-азербайджанской границы именно в районе Лачина, Лачинской дороги, Лачин-Ханкенды. Это, вот это да, это самая главная, одна из важнейших задач. Но КПП – это наше право. И мы не будем и не должны испрашивать разрешение на то или иное действие. Это право нашей программслужбы, это право наших таможенников и других служб, которые должны находиться в этом самом районе. Ведь по сей день происходит ротация, по сей день идет накачка вооружений, по сей день идет накачка финансами из Иривана в Ханкенды. А это миллиарды, кстати говоря. Очень мало говорим о финансовой стороне всей затеи, но миллиарды поставляются в Ханкенды из бюджета армянского, из Иривана. Поэтому, естественно, что КПП должен быть. Но этим не должно ограничиваться. Мы должны разместить там наших пограничников, которые должны приступить к своим прямым обязанностям по закрытию для врага нашей границы и для открытия для друзей и партнеров и союзов. Только так можно наладить систему пограничного контроля. И тем более, что уже в Армении зреет бунт среди родителей, родственников тех самых молодых солдат, там буквально их очень-очень мало, но тем не менее, которые никак не могут выехать из Ханкенды в сторону Иривана. Их невозможно провести ротацию. Все остальное они могут делать тайком, но уже перевозить большие количества военнослужащих, они уже этого не могут делать. Их родственники требуют возвращения своих детей, сыновей в Армению. То есть, и мы должны в этом помочь, я думаю, именно не властям Армении, а именно тем самым гражданам Армении, которые желают воссоединиться со своими сыновьями, со своими мужьями. В этом вопросе, я думаю, можно сделать тот самый гуманитарный шаг, о котором очень много говорят сегодня и в каких направлениях. Но это был бы самый такой интересный гуманитарный шаг с нашей стороны. Рауф Мерим, несмотря на все попытки Азербайджана, Ереван продолжает дестабилизировать ситуацию в регионе. Чего же они добиваются? То есть, неужели они не сделали вывод из предыдущих своих ошибок? Нет, вы знаете, нет. Левантор Петросян, первый президент Республики Армения, еще в 1997 году написал свою известную статью «Пора стать серьезней. Война или мир?». Он написал ее 1 ноября. Прошло очень много лет, но его призыв к армянской элите стать серьезней, они не хотят быть серьезней. Они хотят играть роль какой-то куклы, управляемой из различных центров силы. Они хотят только лишь делать пакости. Они не поняли поражения во Вторую Карабахскую войну. Если бы они поняли, они бы все свои устремления направили бы на подписание мирового договора. Почему? А потому что стоит вопрос будущего Армении, будущей армянской государственности, будущей армянской этнической группы. Сохранится ли армянский этнос на Южном Кавказе? Вот как стоит вопрос. Вопрос не стоит капитуляции или не капитуляции, о чем говорит Пашинян, говорил на днях в Берлине. Что они хотят такого мирового договора, который бы не предусматривал капитуляцию. Он не просто ошибается, он даже не владеет ситуацией текущего и будущего момента Армении и азербайджано-армянских взаимоотношений, армянно-турецких взаимоотношений. Вопрос будущей армии. Оно как государство будет или не будет? И чтобы оно было, если, конечно, они хотят, то естественно, что Армения должна, первое, подписать договор с Азербайджаном, второе, после подписания договора с Азербайджаном, подписать договор с Турцией. Вот это алгоритм действия. Другого алгоритма действия не будет. Только лишь два шага в этом алгоритме. Договор с Азербайджаном, и он открывает дорогу для подписания договора с Турцией. А потом идут уже вопросы демартации, делимитации, гуманитарной, разблокирования и так далее. Но они этого не понимают. Они хотят именно какие-то игры, чтобы их ими манипулировать. Их это устраивает. Следовательно, если это устраивает армянскую нынешнюю политическую элиту, то, естественно, это дает право Азербайджану, Турции реализовывать свою повестку дня. Как в отношении Армении, так и в отношении целого региона. И будущего региона. Почему? Потому что наш президент, помимо национальных интересов Азербайджана и его заботик, и он работает в этом направлении для стабильности в целом на Южном Кавказе и вокруг Южного Кавказа. А это очень многого требует. А Армения, вообще она абсолютно проходит мило всех этих серьезных вещей. В повестке армянской этого всего нет. Они хотят лишь, как команда Пашиняна, продлить свою власть в Армении. Вот что его интересует и его ближайших последователей. И спикера Симоняна, и Папетяна, министра обороны, и бывшего перебежчика из команды Левона Петросяна Владимира Хачатуряна, этого президента, так называемого, с отсутствием каких-то полномочий. Это интересы Хачатуря Сутиясяна, миллиардера, который зарабатывает миллиарды. Он же депутат, и он же финансист всей команды Пашиняна. Вот это их интересует, это главный их интерес. Это не интерес даже их народу, их своего элитарата, которые получили голоса во время последних выборов. Лубаро, около порядка 600 тысяч. Сегодня, кстати, элитаральный имидж Пашиняна равен нулю. Но поскольку нет в Армении никакой оппозиции, нулевой его имидж никак не касается, не влияет на его работу в текущий момент. И нету давления, чтобы подписать договор. Следовательно, есть ресурс, который может заставить его подписать. Это армяне. Это народ армении, которые должны уже понимать, что нужно заставить Пашиняна и его команду подписать азербайджано-армянский договор в соответствии с пятью принципами, которые уже предоставлены еще год тому назад. Целный год прошел, как азербайджан представил свои принципы. Впоследствии им представили и дополнение к этим самым принципам. Ничего, никакой от них огласки, что же они хотят. Они даже скрывают всю эту игру от своего народа. А мы хотим, чтобы они были искренне с нами. Никогда этого не будет. Рауф Мелем, большое вам спасибо за ваш комментарий, за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что к нам подключался Рауф Раджабов, политический обозреватель. Рауф Раджабов. Продолжение следует...